Накануне состоялись что, Марина? Выборы президента России. На этот пост претендует 8 человек, включая действующего в голову государства. У кандидатов президента было 3 недели, было 60 часов бесплатного эфира на 5 федеральных каналах и время на 3 радиостанциях. Да, но кроме того, эфиром предоставили более 600 региональных СМИ. В дебатах участвовали 7 кандидатов, все, кроме Владимира Путина. Он отказался от бесплатного эфирного времени, предназначенного для дебатов. Кандидаты распорядились этим временем по-своему. Кто-то был краток и немногословен, но кто-то использовал эпатаж. Так что, что это? Запланированы действия по сценарию? Это театральная игра или это реальные эмоции, которые исполняли кандидаты? Прямо сейчас подробнее поговорим с нашим гостем у нас в студии политолог Андрей Лавров. Доброе утро. Доброе утро. Андрей, ну на ваш взгляд, кто был наиболее эпатажным в этой предвыборной гонке? Вот Владимир Жириновский говорит, что точно не он. Давайте посмотрим прямо сейчас сюжет. Пожалуйста, и прокомментируем его. Вот эта избирательная кампания самая грязная за всю историю выборов в нашей стране. Специально внедрили в число кандидатов, провокаторов, которые всех оскорбляют, чернят. Ну что ж, как вы откомментируете Владимира Вольфовича? Нет, на самом деле, конечно, Владимир Вольфович все-таки, он очень талантливый. Очень долго работающий. Постарел немножко, но неважно. Годы берут свое. Годы берут свое, но он все-таки любитель. Против него на самом деле была профессионалка. Профессиональная актриса на самом деле. Мы понимаем, на самом деле, что весь мир театр и люди в нем актерны. Выбор, насколько театр. Это же такая квинтэссенция жизни. Все быстро за этот короткий период. Поэтому по содержанию была более эпатажна Ксения Анатольевна. Потому что она транслировала. Что она транслирует? Гей-парады мы разрешаем. Легкие наркотики мы легализуем. Крым вообще не медленно вернуть это преступление. И так далее. Шокировала она, эпатировала население. Еще плакать умеем. Это профессионализм. Она может по щелчку заплакать. Из какого глаза? Справа, слева? Я наблюдал, когда... Не помню, кто из профессиональных актрис, но еще старая школа. Огурченко. Ей говорит, а вы правда можете заплакать? Она начинает рыдать. Он ей говорит, стоп, стоп. Она говорит, вот кричать на меня не нужно. Это совершенно понятная ситуация. Поэтому все понятно. А вот по... Ну, видите, у нее всегда есть прикрывашка. Она женщина. Давайте у нас есть... Вот давай маленький фрагмент посмотрим. Давайте посмотрим, пожалуйста. Это безобразие доведения женщины до слез. Следующая наша встреча завтра. Со зрителями я не прощаюсь, но прошу... Ну, вот с одной стороны, пожалейте меня. Сдержанный встреча. Да, сдержанный. А с другой стороны, когда ты баллотируешься на пункт президента Российской Федерации, какие могут быть слезы? Ребята, ты претендуешь вообще... Вот это феминистские очень удобная штуковинка, да? Вы вообще нам дайте все те же самые права, но только, не дай бог, вы на нас не так посмотрели. Я вас обвинил в том, что вы хотели, вожделели меня и уже там внутри себя раздели и видели меня голой, да? А с другой стороны, я делать могу все, что хочу. Ну, тут совершенно понятна ее позиция. Она умничка ее отрабатывала. Хорошо в этом смысле, профессионально. Ну, и не более того. На самом деле, ну, нужно же понимать, что здесь нужно... Она... Вот, давайте честно ситуация. Я очень много раз присутствовал и у вас на эфирах, где встречались. И мы там стояли с Валерием Карловичем друг к другу. Вот просто вот высказывали все, что я думал. А Валерий Карловичем все, что он думает о, так сказать, политологах вообще в частности. Да, я о политиках и депутатах. Мы после этого выходили и спокойно шли пить кофе и болтать. И я то же самое наблюдал на всех этих эфирах. Я там за кадром присутствовал на федеральных подобных вещах. Люди выходят и спокойно общаются. Это просто работа. Работа. Это просто бизнес. Андрей, давайте поговорим еще о явке. Явка, по последним данным, почти 67% по России и почти те же самые 67% по Челябинской области. Как вы считаете, что эта цифра, как она? Нет, на самом деле, были же очень большие опасения после прошлого года. На прошлых госдумовских выборах явка была очень низкая по всей стране. И у нас в частности. Поэтому, конечно, были опасения. На самом деле, в целом, вообще совершенно очевидно, что опасения не оправдались. Население высказало свое мнение и пришло. И все вот эти компании, на самом деле, против явки же работали очень серьезно. Компания Навального, о котором не принято говорить, но он работал против явки. И очень серьезно работал. И у нас в Челябинске вообще была сложнее еще ситуация. Дело в том, что у нас ведь губернатор Дубровский реализует позицию общегосударственную, в общем-то, да, для того, чтобы прекратить убрать присосавшихся к бюджету. Обиженные появляются, появляются. Элиты, в этом смысле, очень многие работали специально против явки. Вот, надеясь, таким образом, вот, уберут, явка будет низкая, снимут Дубровского, да. На самом деле, что показало? Поддержка ПВСМ будет, все, и деньги будут. Шосс Брикс, явка как надо, все. Все яркие победы. Дубровского, карт-бланш, у нас явная победа в этом смысле этой команды. Они сумели мобилизовать, несмотря на сложную ситуацию, сумели мобилизовать все элиты, весь электорат, людям все объяснить, дохочево, сколько объяснялось все, всем объяснили. На самом деле, да, люди возмущаются, ох, заорались из каждого утюга. Ребята, обязанность государства привлечь граждан максимально к участию в политической жизни, к определению судьбы своей страны, к участию в политике. Мы должны участвовать в управлении государством. Ну что ж, Андрей, большое спасибо. К сожалению, прямой эфир, времени не так много.